Мы, наверное, в нашем факультете в наибольшей степени ревизионисты. Мы раньше других начали ставить под вопрос старые концепции и именно поэтому мы во многом находимся и находились впереди. Но чтобы вам дать какой-то элементарный намек на то, что надо пересматривать. Например, считалось, что демократия – наиболее эффективный способ управления. Мы видим, что это не так, особенно в ситуации кризиса. Демократия приходила и уходила в историю человечества и сейчас переживает довольно глубокий кризис. Видите, что там, где происходят выборы, даже очень нормальные, сразу начинается сыпаться правительство, сразу начинается волнение и падает управляемость обществами. Совершенно очевидно, что интеграция, которая раньше считалась вещью позитивной, как и взаимозависимость, становится в условиях разрушения всей системы и борьбы всех против вся уязвимостью. Это для большинства людей, я вас уверяю, даже моего возраста, ну что-то совершенно непривычно. Но мы на факультете, по счастью, стараемся идти впереди, поэтому мы самые сильные группы аналитиков и мы свою аналитическую работу вовлекаем студентов. Мы предсказали много лет тому назад, больше десяти лет, вот как раз тот самый разлом международных отношений, которые сейчас происходят. Тогда на некоторых из нас смотрели как на опасных чудаков, или если не хуже. Мы в начале 2000-х предсказали кризисное состояние Европейского Союза. Мы являемся, наверное, главнейшим поставщиком новых идей для российской внешней политики. Ну, тесно взаимодействуем, конечно, с российской внешней политикой, с МИДом, с администрацией президента. Ну, достаточно вам сказать, что такая, например, концепция, как поворот на восток, была целиком прожена на нашем факультете 12 лет тому назад. Потом мы ее внедрили, потом она стала политикой. И благодаря ей Россия начинает использовать возможности азиатского подъема, во-первых. И во-вторых, коренным образом в свою пользу изменило соотношение сил в свою пользу хотя бы на Евразийском континенте. Мы, авторая концепция Большой Евразии, можно было бы продолжать эту идею. Это перечень. Я горжусь тем, что мы делаем. Но прекрасно понимаю, что впереди еще огромное количество неизведанных дорог. И мы пойдем по этим дорогам вместе с вами. Вы знаете, что мы все больше и больше с самого начала вовлекаем наших студентов в передовые научные исследования, размышления, в сеть наших семинаров, которые даже во времена локдаунов или карантинов только активизируются. И поэтому наши студенты, да и мы сами имеем возможность общаться с лучшими среди лучших в мире. У нас очень... Я горжусь этой программой. Она одна из двух пилотных. Программа с очень сильными студентами. У нас все программы сильные, конечно же. Но эта программа просто замечательная внешнеполитическая, чисто внешнеполитическая. Хотя мы с самого начала на нашем факультете проповедовали идею бесшовного образования. То есть образование, которое позволяет, грубо говоря, политологам, международникам знать и понимать экономику, культуру, духовный мир. Потому что... Военное дело. Потому что решения принимаются людьми. И они принимаются на основе очень сложной интеллектуальной, духовной смеси мотивов. Если мы изучаем только политику, как обычно и делали везде, или тем более только экономику, то мы обречены на серьезные ошибки, которые мы сейчас видим, совершают все больше правительств и все больше правительственных кругов в мире, которые увлеклись, например, такой чудесной идеей, которая прозвучала в 90-е годы, что «it's economy stupid» – это, по-моему, слова Билла Клинтона. Тогда вроде бы казалось, что американская экономика на подъеме. Он упирал нас в сильные стороны своей страны и говорил, что все решает экономику. Экономика – очень важный фактор. Мы гордимся своим факультетом, потому что мы собрали почти всех лучших в стране и дружим с многими лучшими в мире – и в Китае, и в Европе, и в Корее, и в США. Хотя с американцами мы лично дружим, но дружить становится все труднее. Ну, достаточно вам сказать, что, конечно же, вы наверняка знаете наших профессоров, Александр Владимирович Чулкин здесь присутствующих, лучший китаист. И у нас еще несколько лучших китаистов на факультете преподают, либо на международных отношениях, либо на регионоведении, либо на востоковедении. У нас преподают такие замечательные, относительно молодые теоретики и лидеры, как Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» и руководитель ВАЛДАЯ, Тихо Вячеславович Базачев. Ну и у нас, конечно, есть замечательные классики, лучший, по моей точки зрения, и востоковед мира, академик науки у нас тоже преподает. Что еще могу сказать? Мы связаны, на нашем факультете или с нашим факультетом связаны очень многие ведущие институты современной международной мысли в России. Ну, мы издаем журнал «Россия в глобальной политике». Я его основатель и считаю, что один из лучших в мире, а может быть и лучший. Единственное, что мы, конечно, по рейтингу пока не проходим, потому что мы только начали англоязычную версию, научную. Со временем пройдем. Но с точки зрения вашего будущего образования, читайте «Россия в глобальной политике», 80% дела сделано. Я читаю ее от корки до корки, хотя я довольно хорошо все знаю. Мы были основателями Совета по внешней оборонной политике. Мы были основателями и сейчас руководим ВАЛДАЯ. Потому что мы, в смысле, наша группа ученых и практиков. И что еще могу сказать? Да, мы, конечно же, фуркалитет, сочетающий ряд выдающихся теоретиков и практиков старшего поколения с очень молодой группой руководителей. Чем я очень горжусь, это тем, что почти все руководители нашего факультета очень молоды. Вот Анна Владимировна Жихарева, недавно назначенная заместителем декана. Вы видите, насколько она молода. Но почти все ее, очень многие ее коллеги, мои заместители, очень молоды. Достаточно вам сказать, что у нас департаментом мировой экономики на факультете руководит Игорь Алексеевич Макаров. Он самый молодой руководитель департамента в стране. Департамент суперкафедр. Он же и директор нашего института, Алексей Борисович Налихачев, они, по-моему, там 30 с маленьким. Я точно не знаю. Они когда-то моим руководством придумали «Русский поворот на восток». Может, если бы они были тогда, ребята, студентами. Ну, студентами или магистрантами. Игорь Алексеевич был аспирантом. Так что мы идем довольно лихо вперед, сочетая молодость и опыт. Большинство наших опытных душой чрезвычайно молоды. Потому что именно мы придумывали многие идеи ревизионистские, которые казались еще некоторое время тому назад абсолютно нереалистичными. Так что добро пожаловать в интереснейшую профессию, в которой я просто был в Балдии. Вы говорите, слушайте, 30 лет назад я был доктором наук уже, один из руководителей института Европы. Когда все это обрушилось и система пришла, как казалось, к концу истории, я чесал голову и думал, что профессия закончилась, все будет, физиологические отношения закончились. Я даже пошел, правда, и по другим причинам нужно было выживать частично в бизнес. А теперь, слушайте, какой бизнес? Здесь так интересно. Добро пожаловать. Большое спасибо, Сергей Александрович, за такое вдохновенное начало. Игорь Георгиевич, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Добрый день, родители наших потенциальных абитуриентов. Мы очень рады, что вы в достаточно большом количестве к нам сегодня присоединились, послушаете про наш факультет. Сергей Александрович уже, конечно, очень много рассказал. Я где-то постараюсь его дополнить и акцентировать ваше внимание на те вещи, которые я считаю нужным с точки зрения, опять же, вашего поступления. Я надеюсь, что значительная часть из вас выберет наш факультет и данную образовательную программу и в итоге придет к нам. Хотя эта встреча не последняя, она, наоборот, скорее первая. У нас будет еще много других неоткрытых дверей, поэтому следите за объявлениями на сайте и подключайтесь, уточняйте, если вам что-то будет непонятно или возникнут какие-то новые вопросы. Действительно, Сергей Александрович уже сказал, что наши все программы очень хорошие, очень качественные, и это можно легко проверить, если вы посмотрите на те проходные баллы, которые по всем нашим основным программам, они висят на сайте. Это самые высокие баллы в стране. То есть мы действительно отбираем лучших студентов, и действительно студенты, которые у нас учатся, это лучшие студенты в стране. Без всякого преувеличения я об этом могу говорить, как действующий преподаватель и читающий курсы на всех четырех курсах данной образовательной программы. Действительно, наши студенты очень активно взаимодействуют друг с другом. У нас много пересекающихся курсов, но, например, на третьем курсе целый годовой курс по экономике и политике страны либо региона. Студенты-экономисты и студенты-международники слушают вместе, и это не единственный пример. Что касается программы международного отношения, она не только лучшая в стране, но, наверное, одна из лучших в мире. Во всяком случае, в международных рейтингах по международному отношению высшей школы экономики, ну и, соответственно, факультеты нашей программы, она входит в топ ведущих образовательных программ. И в этом смысле нам есть чем гордиться, и мы на этом не успокаиваемся, мы дальше развиваем программу. Сергей Александрович уже сказал, что у нас новый академический руководитель, Ольга Вадимовна Кузанова, и предыдущий руководитель тоже достаточно многое сделал, и успехи Китрины Геннадьевны Энтина были отмечены ректоратом, она пошла на повышение, теперь является заместителем проректором, отвечающим за проектную работу, но и при этом сохраняет связь с факультетом и тоже достаточно активно работает. Что касается Ольги Вадимовны, то мне кажется, очень важно отметить еще одну деталь, о том, что у нее есть опыт обучения и получения степеней в зарубежных вузах, и в этом смысле мы надеемся на то, что новый руководитель лучшие наработки нашей системы образования дополнит, расширит и обогатит опытом зарубежным, тем более, что этот опыт Оксфордский, то есть один из ведущих университетов мира, поэтому мы всячески будем ей содействовать, помогать в этом. Но, опять же, я просто уверен, что инициатива будет исходить в первую очередь от нее. Еще один важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, вернуться к тому, о чем говорил Сергей Александрович, что у нас сейчас очень сложное время. И, как мне кажется, факультет в целом и данная образовательная программа смогли достаточно эффективно приспособиться к вот этому нелегкому времени. То есть мы весной успешно перешли на полный онлайн и летнюю сессию, в том числе защиты ВКР, выпускных квалификационных работ, то есть выпустили студентов полностью в онлайн-режиме без всяких проблем, сбоев, каких-то накладок. За что, кстати, наши коллеги были отмечены благодарностями ректора и проректора Рощина, который отвечает в университете за весь учебный блок. Затем мы вот работали, начиная с сентября, в смешанном режиме, когда у нас часть занятий были в оффлайне, часть в онлайне и тоже приспособились, хотя там проблем даже больше, чем в каком-то одном формате. Теперь мы опять перешли в основном на удаленный режим, но мне кажется, важно, что даже приемную кампанию, которая проходила по большей части в онлайне, мы тоже достаточно успешно прошли. То есть у нас есть опыт работы в меняющихся ситуациях без какого-либо серьезного потери качества. И мне представляется, что это очень важно, и это характеризует нашу работу, наверное, с положительной стороны. Ну и, наконец, нельзя не сказать о том, что мы все-таки надеемся, что когда-то мы идем и вернемся к обычному формату работы. И в этом смысле у нас тоже есть чем гордиться. У нас есть новые здания в центре Москвы. Мы базируемся на Малой и Большой Ордынке. Одно здание вообще после новейшего ремонта, в другом здании тоже был серьезный ремонт. Надеемся, что мы сделаем капитальный ремонт. И в третьем здании. Это прекрасные здания, оборудованные всем необходимым, не только для занятий, но и для того, чтобы студенты могли самостоятельно работать. У нас там есть, или будет, точнее, библиотека собственная. У нас там есть собственная столовая. То есть условия для обучения, для студенческих активностей, для того, чтобы действительно считать факультет и образовательную программу своей настоящей альмаматору. У нас, по-моему, все созданы. И мы надеемся, что это тоже достаточно важный момент. Ну и, наконец, последнее, на что бы я обратил внимание, тоже Сергей Санч уже об этом говорил, что мы очень активно вовлекаем студентов и в научную работу. Но не только в научную работу. У нас есть большое количество проектов, как научных, так, допустим, и сервистых, так называемых, проектов, связанных с практической работой, практики, которые наши студенты проходят в ведущих компаниях, государственных учреждениях и так далее. И действительно, если вы посмотрите на отзывы наших студентов и наших выпускников, это большое достижение. И мы дальше будем эту работу наращивать. И делать все от нас возможно для того, чтобы студентам у нас было каждым годом все интереснее. Ну вот на этом я, пожалуй, остановлюсь. А то может сложиться впечатление, что я слишком перехваливаю. Но вот все, что я сказал, это действительно правда. И если у вас возникнут вопросы, мы все с удовольствием на них ответим. Сейчас вот благодарю вас за внимание и еще раз за то, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо. Большое спасибо, Игорь Георгиевич. Слово предоставляется академическому руководителю программы Ольге Вадимовне Крузановой. Спасибо большое. Здравствуйте. Очень рада, что вас заинтересовала наша программа. Я вижу, что в чате уже даже есть вопросы. Я думаю, что на данном этапе у нас сейчас ноябрь, пока многие из вас занимаются, по-английски это называется window shopping. То есть мы смотрим на витрины многих магазинов, но не заходим туда, пока ничего не покупаем, присматриваемся. Так что я хотела начать свое выступление с обсуждения, ну, в более глобальном смысле, что вообще такое международное отношение. Да, мы, наверное, все понимаем, что это довольно важная сфера для изучения в современном мире, но не у всех, может быть, сложилась какая-то такая целостная картина. Ну, в самом глобальном смысле международное отношение, отношения между разными странами, да, это все те сложные процессы, которые у нас происходят на международной арене, и такого толкования мы и придерживаемся в вышке. Есть также узкое понимание, это отношения, то, как регулируются отношения между разными странами. Двусторонние взаимодействия, да, сюда входит дипломатия, споры, конфликты. Ну, мы как бы привыкли думать обо всем более широко, исследовать все с совершенно разных перспектив, и поэтому у нас в вышке с первого до самого последнего курса изучаются. Два иностранных языка, да, английским у нас уже никого не удивишь, но есть еще один по выбору язык, которого у вас будет 8 часов в неделю, да. Кроме того, есть политическая и экономическая история, регионоведение, внешняя политика, экономика, право, то есть все это очень интересно. На втором курсе добавляются даже еще более сложные дисциплины, теория международных отношений, международная безопасность, даже информационный аспект международных отношений. Не пугайтесь, но у нас есть и математика. Я поговорила с нашими студентами, они заверили меня, что это не такой уж прям серьезный курс математики, да, как там на математических факультетах. И также есть такой предмет, как data culture. Этот предмет изучается вообще всеми студентами вышки, потому что наше руководство считает, ну, я в том числе тоже считаю, что без этого в современном мире довольно сложно будет уже через несколько лет, да. Сейчас мы пока, может быть, морщимся от этого, и нам это все трудно и тяжело, но дальше это все будет очень нужно. Преподавание у нас в основном ведется на русском языке, но есть курсы полностью на английском, такие курсы, как Media and Social Institutions, Global Diplomacy, Terrorism and Counterterrorism, Media, Culture and Society. И на последнем, четвертом курсе есть даже некоторые предметы, посвященные бизнесу, да. Есть научно-исследовательский семинар, который готовит вас уже к написанию вашего выпускной квалификационной работы или, как это называется в других местах, дипломной работы. Вот. Ну, я хотела бы вам еще показать презентацию, в которой более детально это все обсуждается. У нас пошутили, что те, кто использует анимацию в презентации, называется PowerPoint Rangers. У меня здесь нет анимации. Наша образовательная программа, вот вы видите, и я ее академический руководитель. Поступление происходит в несколько этапов. Во-первых, вы можете поступить по результатам ЕГЭ или по результатам экзаменов в вышке, но также и без экзаменов по достижению в Олимпиадах. Есть также квотный целевой набор, да. Вы проходите электронную регистрацию на сайте вышки здесь, затем предоставляете свои документы, потом начинается первый этап зачисления и второй этап зачисления, да. Здесь у нас также важно отметить такую вещь, как скидка на первый год обучения в университете, а также подтверждать эту скидку и далее в последующие годы. Об этом, если есть у вас какие-то вопросы поподробнее, вы можете спросить нашего учебный офис, да. Думаю, что многим это будет интересно, да. Здесь указаны на следующем слайде проходные баллы по годам. В 2019 году этот балл был у нас беспрецедентно высок, 399, да, что на самом деле предыдущий академический руководитель говорил, что он был и еще выше, он был 404, по-моему, да, но мы снизили его и нам даже добавили на факультете больше бюджетных мест, их число увеличилось с 35 до 40, что, в общем, является довольно большим количеством бюджетных мест, нужно сказать. В 2020 году проходной балл уже был ниже 390, да. На следующем слайде у нас преимущества нашей образовательной программы. Ну, свободный выбор языка, также некоторые дисциплины на английском, о которых я уже сказала. Междисциплинарность – это подход, о котором говорил Сергей Александрович. Мы сторонники так называемого бесшовного так называемого образования, да, некоторые курсы у нас даже ведутся совместно с другими программами, с мировой экономикой, там изучаются языки и так далее. Есть также, ну, чтобы вы не думали, что это все только учеба, да, есть и различная внеучебная деятельность. Вы можете спросить у студентов о каких-то сообществах на факультете, все они очень активные, и все это, конечно, очень важно и интересно. Здесь перечислены некоторые дисциплины. Как я вам уже сказала, есть блок классических дисциплин, которые обозначены слева. Сюда входит теория международных отношений, право, да, и тот самый научно-исследовательский семинар, который учит вас писать работы. Не только вашу дипломную работу, чтобы вы не думали, что, ну, знаете, напишем, отстреляемся и все, да. Все-таки это очень полезный навык и дальше в жизни уметь писать какие-то работы, статьи, потому что, может быть, многие из вас захотят продолжить карьеру в так называемой академии, да, писать статьи в той же самой «России в глобальной политике» в нашем известном журнале, ну и даже в международных журналах, потому что многие из наших преподавателей публикуются и в известных англоязычных журналах. Специализация у нас разноплановая на программе, как теоретическая, так и страновая, есть майнеры проектной работы. Сейчас поясню. Сейчас студенты учатся по следующей схеме. С третьего курса у них есть специализация «Выбор между международной безопасностью, сотрудничеством и международными информационными и гуманитарными связями». Когда вы будете поступать, у вас на третьем курсе уже не будет этой специализации, все будет немного по-другому. Вы будете выбирать из, по-моему, 15, да, Людмила Павловна меня поправит, дисциплин, некоторое определенное количество, и уже изучать их. То есть эта специализация дает вам, как абитуриентам, будущим студентам, больше свободы в этом плане здесь. Есть также страновая специализация, то есть вы будете изучать какой-то язык, но это будет не ограничиваться языком. Вы будете также изучать регион изучаемого языка. То есть если вы, например, как я, будете японистом, будете изучать японский язык, то вы будете знать также и не только о языке, но и о других, ну, каких-то важных вещах, которые должен знать специалист региона ВЕД. Майнеры — это такая интересная вещь в вышке. Она дает вам возможность выбирать дисциплины с даже совершенно других факультетов. То есть если вы, например, интересуетесь, ну, я не знаю, что-нибудь радикальное, генетикой, у вас будет такая возможность, у вас будет такой майнер. На самом деле, на деле выбирают более смежные какие-то майнеры, да, смежными отношениями, но вообще это такая вещь, которая как бы дает вам дополнительный бонус, дополнительную специализацию в дипломе. Так что это очень важно и полезно. И последняя проектная работа — это у нас такое относительно нововведение в высшей школе экономики, ну, не ново, последние пять лет, наверное, пять-шесть лет. Это деятельность студентов под руководством специалистов внутренних и внешних, да, где студенты, в общем, занимаются практической деятельностью. Они вовлечены в разного рода там, ну, например, есть вот то, о чем говорил Игорь Георгиевич, да, научно-исследовательские проекты, допустим, где вы помогаете кому-то собирать, может быть, информацию по какой-то теме, да, но это такое, теоретически. Есть и гораздо более практические проекты, но обо всем этом узнаете на факультете, на программе. Научно-исследовательские семинары дают вам различные компетенции, полезные при написании, о которых мы уже говорили, и также есть преддипломная практика. Преддипломная практика — это такая вещь, которая, ну, во-первых, обязательная, но вам не придется заниматься этим самим, да, я знаю, что в некоторых вузах студенты сами ищут практику, да, какие-то организации договариваются об этом с ними, но у нас в вышке это происходит немного по-другому. Это делается за руководитель программы договариваться с этими организациями, и студенты уже проходят практику в таких местах, как Минэкономразвитие, да, даже Совет Федерации. Здесь собраны такие организации, о которых, ну, которые сотрудничество с которыми было обеспечено благодаря нашему предыдущему руководителю, но мы надеемся этот список в дальнейшем расширять. Значит, насчет трудоустройства. Наверное, многие из вас переживают на тему того, где можно работать с профессией, ну, даже не профессией, а как мы говорим, мы получаем не профессию, а образование, да, с образованием международника. И здесь, на самом деле, очень много вариантов. Вы можете работать в бизнесе, да, или, как это называется, industry, можете работать в международных корпорациях, отечественных, зарубежных компаниях. Ну, чтобы здесь не быть голословным, да, можно назвать некоторые известные консалтинговые компании. Наверняка многие из вас знают, чем занимаются консалтинговые компании, да, это тоже довольно интересное, как бы problem solving на таком более глобальном уровне. Есть иные перспективы, можно работать в госструктурах, в средствах массовой информации, работать с журналистами-международниками, как у нас есть в премьерной факультете очень известный журналист-международник Федор Лукьянов, да. Также можете работать в аналитических центрах, в вузах. На самом деле, возможностей очень много. Здесь все ограничивается только вашей фантазией. Ну, и у нас очень активная, как я уже сказала, внеучебная деятельность, о которой вам, наверное, лучше поговорить со студентами, потому что они у нас инициаторы всего этого. Здесь есть и студсовет, в котором тоже, как мне сегодня рассказали, есть разные какие-то органы, которые занимаются контролем качества образования и так далее. То есть студенты уже на этом уровне могут вносить вклад в то, как развивается учебный процесс. И это довольно важно и полезно. Есть латиноамериканский клуб, есть, по-моему, даже болгарский клуб. И, надеюсь, может быть, когда-нибудь будет японский клуб. Я как японист. Подробную информацию вы можете найти на нашем сайте. Здесь все расписано очень подробно. И даже есть такая кнопка, как задать вопрос о программе. То есть если вы не нашли ответы на какой-то вопрос в разделе FAQ, вы можете задать вопрос. Здесь указано также количество бюджетных платных мест. Мы видим 40 бюджетных мест, 60 платных и 25 платных мест для иностранцев. Это не будет, скорее всего, меняться, когда вы будете поступать. У нас также есть социальные сети, которые курируются нашими очень активными студентами. И вы можете найти нашу группу ВКонтакте. Вот. Ну, думаю, на этом я свое выступление закончу. Большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием на них ответим. Ольга Владимировна, спасибо большое. Что ж, друзья, вы получили представление о нашей программе. Мы теперь ждем ваши вопросы. Напоминаю, что их собирает у себя Мария Никитина. Также вижу, что есть несколько вопросов уже в общем чате. Отбратите, пожалуйста, внимание, что вверху чата есть активные ссылки на все полезные ресурсы. На сайт, на социальные сети и на сайт приемной комиссии. Ну что ж, Мария, тогда начнем, наверное, задавать вопросы, которые у нас есть. Да, давайте. Давайте тогда начнем с первого вопроса, который, соответственно, был здесь в чате. Вот. Был вопрос про места работы выпускников, но я думаю, здесь уже ответили на этот вопрос. Вот. Как бы тебя тоже хотела добавить, что в частности в международной организации тоже будет, помню, здесь возможно строится. Есть ребята, которые про дипломную практику там проходят. В принципе, работают и профессионально тоже. Следующий вопрос – это, соответственно, какой был конкурс на наш факультет в этом году, сколько бюджетных мест предусмотрено на 2021 год, и изучается ли мы в факультете корейский язык как второй иностранный вопрос. Да. Ну что, Людмила Павловна, может быть, вы ответите на первую часть вопроса, ну и про вторую, и мы добавим. Добрый день, уважаемые абитуриенты, коллеги. По поводу конкурса я вам не подскажу, поскольку я не занимаюсь, собственно, приемом студентов, да, вот, и такими цифрами не обладаю. Я могу только сказать, что интерес к нашей программе растет в последний год. Если раньше у нас было 2-3, может быть, 4 академические группы, то теперь у нас их второй год уже 6. То есть 6 академических групп по 30 человек. То есть, как вы понимаете, интерес к вышке, к нашему факультету, особенно к нашей программе, очень растет и к такой важной теме, как международное отношение. Так, по поводу вопроса, повторите какой-то... Сколько бюджетных мест будет предусмотрено, да, сколько бюджетных мест будет в будущем году? У нас с 1 октября уже объявлены все правила приема, да, которые можно видеть также на страничке нашей программы, там есть все ссылки. У нас будет 40 бюджетных мест, 60 коммерческих мест, 25 мест для иностранных студентов на коммерческой основе. Эти цифры уже меняться не будут. Правила... Коллеги, можно... Вступлю. По поводу... Мы не считаем так называемый конкурс, потому что это смешно. Ну, там я могу жанлировать цифрами, там 50 человек бывает, да, на место. Мы пользуемся только проходным баллом ЕГЭ. Как вы видели, у нас многие годы на этой программе один из самых высоких проходных баллов в стране. Поэтому и конкурс огромный. Но, тем не менее, люди с высокими ЕГЭ и, конечно же, победители лучших олимпиад к нам поступают. Что касается корейского языка, то корейский язык у нас изучается на двух еще программах. Во-первых, у нас есть вообще программа двух дипломов с лучшим корейским университетом Генхи. Смотрите, это тоже программа по международным отношениям. Она во многих отношениях сходная. Это такая совсем азиатская программа, где изучаются корейский и японский языки Юго-Восточной Азии. И у нас есть Востоковедение, где тоже изучается корейский язык. Если вы поступите сюда и вам захочется изучать корейский язык, я думаю, что вы найдете способы его изучать. Если будет большая группа, то мы ее организуем. Или вы, может быть, сможете подключиться к другой программе. Но, повторяю, корейский язык вот на этой программе мы не преподаем, поскольку мы преподаем, по-моему, японский, японский и китайский. Ну, кроме европейских. Я арабский. Я арабский. Да, и арабский, да. Корейский, да, и арабский. Но корейский у нас очень широко преподается на других программах. Да, можно добавить? Мне кажется, я не сказала в своей презентации, но у нас изучаются французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, китайский, японский и арабский языки на данном этапе. Но, как мне сказали студенты, они находят такие общеуниверситетские курсы, которые тоже можно обменивать на кредиты, так называемые, которые вы засчитываете в пользу своего диплома. И вы можете изучать другие языки. Например, вот они изучают сейчас еврит, простите, на востоковедении. Так что возможно изучать и другие языки в рамках вашего диплома, кроме вот этих. Вопрос, в общем-то, наиболее актуальный, наверное, для абитуриентов. Здесь, мне кажется, нужно немножко пояснить. Вот если 40 мест бюджетных, то есть это достаточно жесткое ограничение. То есть, как правило, мы стараемся набирать именно 40 человек на бюджетное обучение. То есть эта цифра достаточно жесткая. Что касается цифры 60 и 25, то есть то, что коммерческие студенты, соответственно, российские и иностранные, то это скорее ориентиры. То есть вы должны понимать, что если вы соответствуете минимальным баллам, которые были в презентации по четырем экзаменам ЕГЭ, которые нужно сдавать на данную программу. То есть если у вас эти баллы есть и вы хотите учиться на коммерческой основе, то мы возьмем всех. Будет 90, возьмем 90. Будет 100, будет 100. То есть 60 – это какой-то ориентир, минимум, на который мы рассчитываем. Но, как правило, чаще всего мы эти цифры превышаем. То же самое касается и коммерческих и иностранных студентов. Просто чтобы вы понимали, что вот эти… бюджет – это достаточно жесткие цифры, ограничитель, а коммерческие места, они, в общем-то, подвижные. Спасибо большое. Давайте тогда к следующему вопросу. Тут просят, значит, рассказать о том, чем отличается наша программа международных отношений в НИУШе от, допустим, программ МГИМО и от факультета МГУ, которые тоже посвящены изучению международных отношений, глобальных процессов и так далее. МГУ я даже не хочу говорить, потому что это в другой весовой категории. Ну, просто смешно. Что касается МГИМО, то МГИМО есть хорошая программа, и мы очень тесно дружим с МГИМО, и многие преподаватели МГИМО у нас преподают. МГИМО готовит, в общем, дипломатов. И мы не готовим дипломатов. Некоторые люди от нас поступают на дипломатическую службу, но, как правило, все-таки мы готовим специалистов для работы в других секторах. Это вот главное отличие. Это первое. Ну и второе отличие, то, что в НИШке вообще нет баланса. В МГИМО я никого не обвиняю. Здесь абсолютно чистый университет, и я никого не обвиняю. Но, повторяю, МГИМО – это хороший университет, и программа у них хорошая, и мы с ними очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем. Проще, значит, порекомендовать наиболее эффективные варианты подготовки для поступления на наш факультет в рамках НИУШ. Я так понимаю, что, наверное, здесь вопрос о том, есть ли у нас какие-либо курсы по подготовке. Да, и, в частности, похож на этот вопрос, есть ли у нас дополнительные вступительные испытания. Да, если позволите, я могу начать комментировать ответ на этот вопрос. У нас есть замечательная школа будущего международника, куда мы принимаем учеников 11-10-х, иногда 9-х классов, иногда потому что программа у нас действительно сложная. Все занятия у нас проводятся с сентября по май, и они абсолютно бесплатные для участников. Нужно только пройти конкурсный отбор. Я сейчас в чат скину ссылку на сайт этой школы, и вы можете подробно изучить ее там и также посмотреть в социальных сетях. Школа замечательна тем, что теоретические занятия проводят наши ведущие эксперты, преподаватели и практики, а семинарские занятия проводят лучшие студенты. Школа является прекрасным подспорьем для подготовки к нашей программе и для того, чтобы вообще понять, интересно ли вам международные отношения, хотите ли вы заниматься ими. Может быть, студенты могут поделиться своим опытом, ребят, если вы подготовки, будем тоже рады. У нас есть еще подавительные курсы, вышки, которые я тоже советую, особенно ребятам, которые сейчас в 9-м, 10-м классе, может быть, рассмотреть. Они и платные, но недорогие. Они дают очень хорошее дополнительное образование, а по результатам прохождения этих курсов вы можете получить высокие баллы. Там есть нечто похожее на выпускной экзамен. Я знаю студентов, которые получили там сотни, потом с легкостью поступали к нам в вышку. Попробуйте этот путь. Это в любом случае вам поможет, поскольку образование, которое вы там будете получать, гораздо лучше школьного, по огромному кругу предметов. И оно немножечко будет развязывать вам мозги, которые немножечко засушивают подготовку к ЕГЭ. Да, ну и нужно добавить, что никаких дополнительных экзаменов, кроме четырех предметов ЕГЭ, у нас на данную программу нет. И вообще ни на одну из других программ мы не проводим никаких дополнительных вступительных испытаний. Ольга Вадимовна хотели добавить. Да, можно еще добавить. У нас еще есть, насколько мне известно, такой конкурс, который называется «Высший пилотаж» для учеников старших классов школы и авторы лучших проектов в этом конкурсе. У него тоже есть свой сайт, вы можете посмотреть. Авторы лучших проектов награждаются дипломами. И участие в конкурсе даже позволяет получить какие-то баллы за индивидуальные достижения, которые тоже при поступлении могут учитываться. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, давайте тогда к следующим вопросам. Тут такой вопрос, наверное, более чиническую характеру. Может быть, Людмила Павловна тогда на него ответит. Соответственно, задает вопрос о том, когда происходит, на каком этапе происходит заплата обучения по договору, если абитуриент, допустим, подает заявление и на бюджет, и на коммерческое место. Вот, если позднее выясняется, что студент, абитуриент точнее, проходит на бюджет, расторгается ли договор, когда заплатить, в общем-то, на бюджет. Конечно, если балл абитуриента удовлетворяет баллам, которые являются проходными, и там же тоже, естественно, конкурс, у кого больше баллов, тот проходит на бюджет. Если вдруг он решил подстраховаться, предварительно заключить договор на коммерческое обучение, абсолютно спокойно и просто можно расторгнуть договор, и студент будет на бюджете. Спасибо большое. И тут тогда еще один вопрос, наверное, тоже про страекторное поступление. Будет ли действовать программа «Социальный лифт» в этом году? Да, программа «Социальный лифт» действует круглый год, но я советую тут обратиться конкретно к людям, которые ее осуществляют. Также сейчас будет ссылка в чате. На все вопросы ответят в приемной комиссии. Спасибо большое. И тогда следующий вопрос. Есть ли международная стажировка на факультете? Возможно, имелась в виду либо преддипломная практика заграничная, либо, возможно, программа академической мобильности. Соответственно, вопрос про международную стажировку. Я могу ответить на этот вопрос. У нас очень широко представлена международная мобильность. У нас достаточно большое количество студентов вторых, третьих и четвертых курсов ездят в разные страны, в разные ведущие университеты мира на стажировки. Единственное, в этом году, в условиях пандемии, в первом семестре некие стажировки перенеслись на второй семестр, но отдельные студенты, кстати, поехали в те страны, в те вузы, которые принимают по учебным визам. Страны абсолютно разные. Восток, Азия, Европа. Очень много представлено Европа. Студенты участвуют в конкурсе. Это может быть абсолютно, так сказать, бесплатное обучение, может быть, частично оплачиваемая там дорога. Но у нас очень студенты любят ездить, участвуют в конкурсах, участвуют в международной мобильности. Так что с этим проблем нет. И с удовольствием. Даже некоторые едут на полгода, на семестр, и потом они могут даже на год остаться. Мы продлеваем приказом эту мобильность. Ну, на других программах нашего факультета, в частности, на программе двойных дипломов, особенно университета, особенно с программой, азиатской программой, с университетом Кенхи, там автоматическая стажировка, предполагается, годовая в разных странах Азии. Ну, соответственно, и она входит как часть учебного процесса. Спасибо большое. Тес, я думаю, что у нас среди студентов есть человек, который обладал опытом прохождения первоначального этапа оформления академической мобильности, и вот на отдельной сессии со студентами, мне кажется, Мария может так же поделиться. Да, да, я тоже могу потом чуть позже рассказать более подробно о том, как происходит оформление на академическую мобильность. Тогда следующий вопрос. Представлена ли программа международного отношения в Санкт-Петербургском кампусе? Ну, вот я сразу могу сказать, что нет. Может быть, Сергей Александрович, есть ли планы по обустройству программ международного отношения в Петербурге, например, или такого не случится? Ну, спасибо. Пока они рассматривали этот вопрос, насколько я понимаю, но пока они решили этого не делать. У них есть востоковедческая программа, которая с нами очень тесно сотрудничает, но программы международных отношений у них нет, кроме всего прочего, еще и потому, что довольно сильная программа международных отношений есть в Санкт-Петербургском университете. Мы с ней тесно дружим. У нас на лидирующих позициях на факультете работает несколько выпускников этой программы, которые уехали из Петербурга. Но в вышке в Петербурге, я думаю, что программы этой не будут делать, просто потому, что она там нецелесообразна, да даже, наверное, и невыгодна, потому что там есть своя собственная программа, а конкурировать с нами они тоже не смогут, а и с ними не смогут. Поэтому, скорее всего, и не будут. Спасибо большое. Тогда следующий вопрос. Являются ли выпускники нашей программы востребованными на рынке труда? Есть ли какие-либо данные статистики? Куда поступали ребята? Какая средняя зарплата? И какова вообще перспективность нашего направления? Сергей Александрович, не могли бы вы начать, а мы и дальше продолжим. Ну, мы уже говорили, можете посмотреть. У нас не бывает безработных, естественно. Вопрос по зарплате каждый год колеблется, он средний повышки. Естественно, нас сильно опережают по зарплате такие направления, как там информатика, особенно некоторые естественные. А среди гуманитарных мы среди первых. Чуть-чуть больше получают, как правило, или получали, по крайней мере, раньше, как правило, экономисты. Ну, у нас тоже есть свои экономисты, которые чуть-чуть больше в среднем получают, потому что они чаще идут в частный бизнес. Но, в принципе, мы находимся на лыжке одна из самых высокооплачиваемых в этом смысле, самых высокооплачиваемых университетов для выпускников. Ну, и мы находимся там в верхней, внизу верхней трети. Спасибо большое. Также я добавлю, что на сайте факультета есть хороший раздел с выпускниками, где выпускники делятся своим опытом уже после окончания нашего факультета. И Ольга Вадимовна хотела добавить. Да, я просто хотела добавить, что после бакалавриата нашей программы я как раз разговаривала с нашим офисом, который отвечает за трудоустройство. После бакалавриата очень многие большинство продолжают в магистратуре обучения, многие поступают в магистратуру за рубеж, многие остаются и в России, в том числе и в Вышке. Но по статистике у абсолютного большинства выпускников специалитета и уже магистратуры там за 90% через полтора года после выпуска трудоустройство. Так что, как сказал Сергей Александрович, статистически подтверждаем, что безработных у нас нет. Спасибо большое. Следующий вопрос. Да, спасибо большое. Тогда следующий вопрос задам. Тоже мне пришло сейчас. Можно ли поступить без ступетных испытаний на наш факультет при победе в высшей пробе по обществу знаний? Смотрите, если мы говорим конкретно о нашей программе, то в международных отношениях, то право БВИ дает победа во Всероссийской Олимпиаде школьников по обществу знанию и по истории и победа в Олимпиадах по истории высшая проба Олимпиада Ломоносов и Олимпиада Санкт-Петербургского государственного университета. То есть высшая проба по обществу знанию не дает право БВИ. Собственно, это ответ на вопрос, но победа по истории дает. Спасибо большое. Тогда следующий вопрос. Можно ли в качестве майнера взять третий иностранный язык? Ну, я могу сразу это ответить, сказать, что нет на самом деле. Вот, у нас есть каталог майнеров, я его тогда сейчас скину в чат, ссылку там можно будет посмотреть, какие вообще дисциплины можно изучать в рамках майнера, но при этом у нас есть возможность изучения третьего иностранного языка в рамках программы Бакалавр Плюс, Вышка Плюс, она также, ссылка на нее прикреплена вверху чата, можете посмотреть, вот, это уже за дополнительную плату, и также у нас сейчас с этого года есть общие университетские факультативы по изучению, в частности, восточных языков, например, школы высоковедника спустил этот проект в этом году, вот, в частности, вот, например, я и Роман Калеватск мы изучаем из лица этого года, вот, тоже это абсолютно бесплатно, можно за это еще кредит получить, в дипломе это вам пропис, вот, и также планируется запуск еще нескольких проектов по другим восточным языкам, в частности, русский, вот сейчас уже действует проект, и будут еще проекты по другим языкам, возможно, будет популярны арабский, китайский, корейский, японский, вот, потому что очень много и по изучению европейских языков, в частности, вот, но пока основные возможности это бакалавр плюс, вот, наверное, как-то так, тогда я перейду, наверное, к следующему вопросу, вот, а есть ли бюджетные места на магистратуре у нас в искусстве? Есть, есть, у нас очень хорошая магистратура, ну, собственно, по международным отношениям, по-моему, которую ведет Тимофей Вячеславович Бардачук, зеленые отношения в Европе, альфийские и азиатские исследования. Там есть бюджетные места, и там очень большой конкурс, относительно большой конкурс, и она очень успешна. Там в этом году набрали 70 человек. Чисто азиатская программа, которую ведет магистратура, там тоже есть бюджетные места, которые ведет профессор Ольга Берлиановна Волосюк. Это уже азиатская, чисто азиатская программа, там тоже есть бюджетные места. Спасибо большое. Тогда следующий вопрос. В случае поступления на арабский язык будет ли практика в арабских странах? Есть ли такая возможность? Она, в принципе, бывает, но ситуация не совсем проста. И у нас очень тесное отношение с многими арабскими странами. У нас отличный арабский Ближневосточный клуб действует постоянно. Но есть проблема, которая заключается в том, что арабский Ближний Восток, как вы уже, наверное, знаете, как начинающий, весь бурлит. И поэтому стран, где можно безопасно быть, очень мало. И поэтому стажировки очень часто срываются. Но и в целом ряд стран мы запрещаем. Ездить своим студентам, не мы, но вышка, но и, соответственно, наши государственные органы просто из-за проблем безопасности. Но у нас очень сильные Ближневосточники. И в том числе у нас великолепное преподавание арабского языка, в том числе на востоковедении. Ну и у нас наши востоковедные арабисты все время выигрывают, студенты, я имею в виду, все время выигрывают всероссийские конкурсы. Да, спасибо большое, Сергей Александрович. Я лишь добавлю, что в этом году, в январе-феврале, еще до начала пандемии наш студент посетил Египет со стажировкой. То есть действительно в Египет удалось. Но еще как бы обращаю внимание, что стажировки с стажировками, но нужно учитывать всю международную ситуацию с пандемией. Как у нас все это будет дальше? Спасибо. Большое предложение. Простите, пользователь Доли Воли собирается проходить стажировку и небезопасно, как он написал в чате. Но мы это, конечно же, не рекомендуем. Нет, но у нас человек может и заниматься, мы поддерживать это не будем. Естественно, мы не будем человека удерживать от того, чтобы он куда-то уезжал. Наши студенты совершенно свободные люди. Но факультет за это естественности наверное не будет. И, наверное, это правильно. Спасибо большое. Давайте тогда к следующему вопросу. Это про оплату обучения. Соответственно, здесь спрашивают о том, какова будет стоимость обучения международных отношений в будущем году. И также существует ли система скидок на программу двух дипломов международным отношениям, которые ослаблены с университетом. пока цены не объявили. Скорее всего, они будут приблизительно на том же уровне. Программа скидок действует и на программе на всех программах, в том числе и на программах двух дипломов с Лондонским университетом. Тоже очень хорошая программа. Она вот та самая 70-50-25, она действует и там. Можно, наверное, добавить, что программа, другие программы на нашем факультете, как вот Кёнхи, который Сергей Александрович упоминал ранее, и University of London, обучение ведется полностью на английском языке. На нашей программе и на востоковедении обучение ведется на русском языке и часть предметов на английском. Если позволите, я немножко раскрою вопрос со скидками. Для российских граждан, для того, чтобы получать скидку на программе, нужно ее ежегодно подтверждать, будучи в 40% рейтинга, будучи в верхушке рейтинга. Для иностранных граждан достаточно подтверждать каждый год оценками не ниже 6 баллов по всем предметам. Я могу уточнить по поводу скидок. Скидки есть разные, при поступлении по баллам ЕГЭ скидка предоставляется на один год. И по следующим скидки предоставляются по результатам обучения в предыдущем году. Там не должно быть двоек, не явно из уважительной причины и не более двух троек. А есть еще скидка, которая на весь период обучения предоставляется. это по результатам поступления после лицея Нюши и после факультета даутской подготовки. Вот там как раз нужно подтверждать, тоже не иметь в течение даже уже первого курса не нужно иметь неудов и более двух-троек. Ну, в принципе, можно заработать скидку на первый год может быть и 70% и и в последующем до конца обучения 70% скидку могут иметь абитуриенты. Поэтому система скидок у нас очень разнообразная, обширная, правда, программа у нас серьезная, учиться нужно с усердием и скидки просто так никому не дают. И у нас очень все прозрачно. Если студенты хорошо учатся и попадают по рейтингу первые 15%, они на следующий учебный год имеют скидку 70%. Если они попадают в 25% рейтинга, скидка на следующий год 50%. Это немаловажно. И даже если они попадают в 50% рейтинга со своим курсом, со всеми студентами своего курса, то они получают скидку 25% на следующий год обучения. И у нас очень многие студенты имеют скидки. Я еще тоже добавлю, поскольку вопрос был все-таки про скидки на программе двух дипломов. На обе бакалаврские программы двух дипломов это программы с зарубежными партнерами, с Лондоном и с Кенхи. Поэтому у них, при том, что действительно скидки есть, и в общем-то тоже они достаточно заметные, у них есть свои собственные положения скидки, они висят на сайте, и детально вы можете ознакомиться с ними, почитав то, что у них висит на страничке этих программ. Соответственно, программы по международным отношениям с Лондонским университетом и программы с университетом Кенхи. Но у них уже нет бюджетных мест. Да, у них нет бюджетных мест, это правда. Спасибо большое, тогда я просто от тебя еще добавлю, что действительно, ну, еще потом, наверное, когда мы будем отдельно общаться с субтитриентами, я могу тоже рассказать про способ сохранения, так скажем, скидки, и вот сейчас задали вопрос, можно ли со скидки перейти на бюджет, такое чудо случается, я тоже могу сказать о том, как лично у меня, например, это получилось. Вот, давайте тогда дальше пойдем про систему оценивания в НИУШ, то есть какая у нас система оценивания, как выставляются оценки, вообще как-то они засчитываются? Ну, система оценивания, в общем-то, одновременно и простая и сложная. В чем необычность? В том, что у нас четыре сессии, не две, как в обычных университетах, в МГУ, к чему мы чаще всего привыкли, а четыре сессии, то есть все наши студенты в стонусе, это первое. Второе, в высшей школе экономики на всех программах нет зачетов, у нас все итоговые оценки это экзамены. И третье, да, оценка выставляется по десятибалльной системе, то есть от нуля до десяти, что тоже, наверное, многим непривычно, можно получить и ноль, да, не просто двойку, и не вот, да, а ноль, то есть вообще ничего не знает, ничего не сказал на экзамене. ну и третья особенность заключается наверное в том, что большинство, абсолютное большинство наших оценок это оценки комплексные, то есть они состоят из нескольких частей, то есть есть так называемая накопленная часть, то есть, допустим, оценка за работу в семинаре, оценка за выполнение каких-то контрольных работ, оценка за письменную работу, реферат, эссе, или что-то другое, и оценка, которая непосредственно ставится на экзамене. По каждой дисциплине есть формула обязательно в программе дисциплины, то есть студент заранее знает, из чего его оценка будет складываться и, допустим, уже накопленную, до экзамена он уже может посчитать и понимать, сколько у него уже есть в багаже и что ему нужно получить на экзамене, чтобы получить ту оценку, которую он хочет, да, там десятку, восьмерку или кому-то семерки достаточно. Ну вот, если коротко, то это так. А вообще-то формула оценки, еще раз повторю, можно посмотреть в программе каждой дисциплине, все они висят на сайте и, соответственно, это тоже там прописано. Ольга Вадимовна, хочешь добавить? Да, хотела добавить, что у нас по сравнению с обычными университетами, как коллеги говорят, мне нравится, это как, знаете, реклама стирального порошка, обычный стиральный порошок и наш стиральный порошок. Так вот, наш стиральный порошок не подразумевает такого упора на устные экзамены, как в других университетах. У нас студенты часто пишут эссе, письменные экзамены, так что, чтобы вы, может быть, так сильно не пугались того, что четыре сессии и по каждому предмету у нас экзамен, все-таки, может быть, вот такой формат для вас будет более предпочтительным. И я бы еще добавила, если позволите, да, что все-таки в вышке практикуется такая накопительная система оценки, у нас халтура не пройдет, как в других вузах. В нашем все серьезно, поэтому к нам, собственно, и приходят самые лучшие студенты, потому что они хотят посещать занятия, на которых они будут зарабатывать свои баллы, которые в итоге сходятся, да, в прекрасную оценку, и, соответственно, на вскидку. Да, спасибо большое, это исчерпывающе. Какие у нас следующие вопросы есть? Да, давайте тогда расскажем про то, чем различаются программы вообще на международных отношениях от других программ нашего факультета, какие основные различия между программой МО и другими направлениями ФМИ. Ольга Вадимовна? Да, наверное, давайте я отвечу тогда. Ну, смотрите, во-первых, мы уже упомянули такие вещи, как бюджетные места, да, на нашей программе они есть, на, допустим, программе двойных дипломов с университетом Лодана и с Канхи их нет. Обучение у нас ведется преимущественно на русском языке, но есть и некоторые предметы на английском. Пока на данном этапе можно, может так получиться, что у вас не будет и никаких предметов на английском, да. Также, чем отличается программа от, допустим, востоковедения, да. Если вы выбираете востоковедение, то вы уже конкретно концентрируетесь на какой-то одной стране, там, Китай, Япония, там, Корея, да, например. у нас подход гораздо более сбалансированный, то есть мы изучаем не одну страну, а вообще как бы все те многогранные процессы, которые происходят в мире, да, плюс еще делается упор на какую-то страну, то есть вы становитесь международником, и у вас есть дополнительный бонус, вот еще какая-нибудь страна, в том числе, может быть, и экзотическая страна. А тут получается, что на востоковедении вы уже с самого начала определяетесь с вашей специализацией, и дальше уже становитесь конкретно специалистом только по этой стране, да. То же самое у нас и на программе двух дипломов с университетом Кёнхи, все-таки студенты, ну, несмотря на то, что там тоже есть специализация, студенты выбирают какой-то язык, и уже у них очень много часов этого языка, да, и на другие предметы, соответственно, остается меньше времени. Хотя, как мы уже говорили, каждая из этих программ по-своему интересна и цена. Тогда следующий вопрос, да, это о том, если мы включим деление на группы по уровням знания английского языка. Вот, может быть, Людмила Павловна тогда об этом расскажет поподробнее? Да, я могу подсказать. На самом деле на нашу программу поступают студенты с очень высоким уровнем английского языка, ну, поскольку вы можете видеть, да, эти наши высокие баллы. Нужно под 100 баллов получить, чтобы пройти на нашу программу. Поэтому для студентов как раз с этого года у нас совершенно новая концепция изучения иностранных языков, английского языка в частности. студенты студенты в самом начале пишут такой вступительный тест, да, и там в том числе определяется уровень. Ну, как вы знаете, наша программа там, он самый высокий. И студентов предоставляется возможность выбора аспекта изучения английского языка. Ну, в прошлом году академическим руководителям, да, там, и коллегами из школы иностранных языков. То есть каждая программа может предложить своим студентам определенные аспекты, да, которые основываются, естественно, на профиле программы. Вот для наших студентов решили предоставить два аспекта для выбора. Деловой английский и общий такой английский, да, академический. И у студентов есть абсолютно реальная возможность выбрать любой из этих аспектов и изучать его. группы при этом у нас смешанные, поскольку у нас на факультете, да, говорил уже Сергей Александрович про бесшовное образование, у нас студенты занимаются в группах международники вместе с экономистом. Это тоже очень интересно, познавательно, да, приятно. То есть факультет у нас цельный, дружный, общий. Вот, что еще можно сказать. Выбор есть, уровень есть, определенные согласно тестирования. Спасибо в большинстве. Ну, как вы понимаете, да, высокого уровня. Да, соответственно, следующий вопрос у нас это о проходном балле, здесь задавали вопрос, да, о том, будет ли он в следующем году также 390, или он будет меняться, повышаться или опускаться. я думаю, что я могу здесь быстренький комментарий дать, поскольку я этим летом работала в приемной комиссии, как-то сам знаю, как происходит формирование проходного балла. Вообще, в целом, зависит от баллов ЕГЭС, которые приходят на абитуриенты, соответственно, это будет зависеть от того, насколько высокий проходной балл покажет большая такая часть наших абитуриентов. Поэтому балл, безусловно, может меняться, но он не будет подниматься до 400, скорее всего, потому что обычно его пытаются сдерживать, так или иначе, но он не объявляется заранее, он объявляется уже после подачи документов, после, мы посмотрим, так скажем, в приемной комиссии на то, с какими баллами к нам вообще приходят студенты. Я хотела бы, наверное, в следующий вопрос адресовать возможно Сергею Александровичу или Ольге Вадимовне. Скажите, пожалуйста, тут пишут, показалось нам или это правда так, что есть на факультете как будто детство углубленного обучения, направленный на Азию. То есть, есть ли у нас какой-то больше уклон на изучение именно Азии, Востока, или у нас равномерно можно изучать любые регионы? Мы изучаем очень глубоко тех, кто хочет везде с этим заниматься и Европу. У нас очень сильные европейские исследования, одни из лучших, наверное, в стране. Есть у нас замечательные американисты, у нас очень сильные латиноамериканисты, но благодаря тому, что мы когда-то выступили инициаторами поворота России к наиболее перспективным политическим, экономическим и идейным рынкам, то есть, к Азии. И, к тому же, у нас очень мощная группа востоковедов, у нас есть целое направление. Токайн-то, наверное, все-таки азиатское направление у нас не превалирует, но, наверное, все-таки является ведущим. Но, повторяю, мы занимаемся Европой очень глубоко. Я сам-то один основатель Института Европы и некоторые из моих, из начальных наших сотрудников пришли вместе со мной. поэтому мы знаем Европу замечательно. Именно это знание когда-то привело нас к грустному выводу о том, что наши европейские соседи и братья по цивилизации входят в суверенционный кризис и что, к сожалению, на определенный период российско-европейские отношения будут сложными. Но это, но мы не антиевропейсты, мы и мы не проазиаты, мы русские специалисты, понимающие всю сложность нашего и выгодность нашего геополитического, экономического и геоидеологического положения. Поэтому мы, скорее всего, евроазиатчики. Вот так бы я сказал. Тем более, что именно здесь родилась идея, которая является сейчас коренной идеей российской внешней политики, то, что мы строим вместе со всеми Большую Евразию. Большая Евразия от Старой Евразии в традиционном русском понимании отличается в том числе и тем, что в нее, конечно же, входит и западное окончание евразийского континента Европы. Я бы хотела дополнить следующее. Поскольку, я так понимаю, наши абитуриенты, многие уже поступили к нам, уже отучились первый и второй курс фантазии, то вот как раз на третьем курсе к вопросу у нас есть такая специализация выбор из девяти стран либо регионов. Из этих девяти стран регионов три из них посвящены Азии. У нас есть экономика и политика Китая, экономика и политика стран Арабского Востока, экономика и политика Японии и стран Юго-Восточной Азии. Остальные шесть стран либо регионов для выбора они как раз европейские. Поэтому я надеюсь, что это тоже ответ на ваш вопрос. Также и про языки, как мы уже говорили, у нас французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, повторюсь, а также китайский, японский, арабский. Спасибо большое. И у нас один-два вопроса остались, кажется. Ну, вообще, на самом деле, я посмотрела чат, я думаю, что остались вопросы, те, на которые, в принципе, мы с ребятами, наверное, могли бы ответить. Потому что здесь есть вопросы про общежитие, про стипендии, про военную кафедру, про отбор на программу академической мобильности. Единственное, может быть, про военную кафедру, чуть подробнее, может быть, Людмила Павловна могла бы рассказать, то, что у нас, к сожалению, или, к счастью, не знаю, присутствующие, вот сегодня ребята, они сами не обучаются на военной кафедре, вот, они решили такой вот вопрос. возможность обучаться на военной кафедре и какие условия? Возможность есть, кафедра есть, но попасть туда довольно сложно. Выбор зависит от успеваемости, поскольку учебный офис предоставляет на военную кафедру справки об успеваемости, да, место в рейтинге. Кроме этого, мы подаем характеристики на студента, и далее, что немаловажно, спортивная подготовка важна, поскольку там и подтягивания, и отжимания, и не все с этим справляются, и, ну, понятно, что кафедра популярна, в вышке очень много студентов, поэтому по нескольку человек от каждого курса только получается, ребята. Правда, есть еще, кроме офицеров, есть еще подготовка сержантов. Ну, вот, уже несколько лет тоже есть такая практика, поэтому, ну, я бы сказала, с курса, наверное, у нас человек 5, 4, 6, 7 по-разному, поскольку ребята сравниваются не только по одной программе, а, соответственно, по факультету и по всей вышке, и по успеваемости, и по физической подготовке, но возможность такая существует. Спасибо большое, Людмила Павловна. Но тогда здесь, как мне кажется, сейчас не осталось таких вопросов такого специального характера, поэтому, Анна Владимировна, как мы дальше поступим? Ну, я думаю, что мы, как администрация, можем завершить свое пребывание здесь и дать слово нашим студентам, дать им возможность рассказать от себя о, ответить на те вопросы, которые заданы, и, конечно, о внеучебной жизни, я думаю, что многих битурентов это интересует. Сергей Александрович, не угли бы вы тогда завершить. Ну, коллеги, было интересно, поступить и будет еще интереснее, это я вам обещаю. Сахар, жизнь вам сахаром не покажется, но то, что будет весело и жутко, это точно. А сейчас, естественно, мы уходим. Спасибо большое, Анна Владимировна, потому что все организовали. Имейте в виду, что ребята у нас говорят, что хотят, по счастью, мы несем за них никакой административной ответственности. Ребят, вперед. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.